Хотелось бы сразу же принести свои небольшие извинения за то, что доклад строился на применении планеграфии и измерений, которые были проведены нашими иркутскими архитекторами, но в последний момент они не вышли на связь и, к сожалению, я вам буду представлять то, что у меня было в наличии. Северная Приангария – уникальный регион Байкала-Анисейской Сибири в археологическом, этнографическом, историческом и архитектурном отношении. Здесь, начиная с XVII века, осела значительная часть русских первопоселенцев, осваивших Восточную Сибирь и Дальний Восток и основавших поселения, которые в большинстве существовали до конца XX – начала XXI века и были уничтожены в процессе затопления сначала Устилимского, а позже и Богучанского водохранилища. За время работ Богучанской комплексной археологической экспедиции 2008-2012 годов на территории, попадающей в зону затопления ложа водохранилища, помимо материалов, связанных с древними поселенческими комплексами раннего и позднего отделов Голоцена, был исследован культурно-хронологический пласт, связанный со временем русского освоения региона. В ходе раскопочных работ был получен уникальный археологический материал, связанный как с бытом русской деревни, так и с ее устройством. Формирование североангарского быта и типа жилого комплекса происходило на протяжении всего периода освоения края, и некоторые их черты связаны с архитектурными традициями самых первых насельников региона. Первые упоминания о деревне Йодорми по летописным данным относятся к 1723 году, когда проводилась перепись мужского населения Нижне-Илимской и Исачной власти Илимского воеводства. Деревня, согласно этому списку по количеству дворов, относилась к однодворным деревням, которые составляли в то время самую многочисленную группу из всех поселений. В 1725 году мистер Шмидт, совершая поездку по реке Ангаре из Иркутска в Енисейск, в своей дневниковой записи от 5 июля упоминает о трех печных трубах в деревне Йодорми. С 2009 по 2012 год проводились спасательные работы на правом прессеом участке реки Йодорми, где в глубине мыса были расположены два археологических объекта, это многослойное местонахождение из Йодорма-2 и русское старожильческое поселение деревни Йодорми. Наземные современные погребенные исторические архитектурные деревенские постройки на отдельных участках территории многослойного местонахождения перекрывали древние культуросодержащие отложения, тем самым сформировав ископаемый деревенский слой, изучение которого дало основание выделить самостоятельный объект археологического наследия деревни Йодорма. Исследуемая территория в XVIII-XX веках по всей скрытой площади постоянной и в разной степени разрушительности подвергалась техногенной переработке и представляет собой сплошной техногенный пласт выброса и наброса грунта. Вся толщина деревенских отложений рассматривалась в совокупности с условным выделением верхнего отдела, который связан с событиями XX века и современностью. Выделенные в раскопах техногенные седименты являются совокупной толщей отложений русской сторожильческой деревни и условно подразделены на отдельных участках на несколько подгоризонтов – строительные, обживания и т.д. В зависимости от целевого назначения и времени бытования каждого отдельного сооружения, постройки которых было выделено в пределах раскопа в количестве 37 единиц. Верхний отдел культуросодержащего горизонта представляет собой современный срез бытования деревни, это середина конец XX века. Далее ситуация усложняется взаимным наложением разновременных построек, их перестройками и переделами. Ниже выделен так называемый грязевый горизонт, лишенный следов сооружений, но насыщенный индивидуальными находками, то утраченными кинотельными крестиками, монетами, мелкими бытовыми предметами. Все раскопанные архитектурные деревянные единицы можно разделить на наземные 31 единицы и подземные 6 единиц. Основные способы рубки срубов строения – это в облова, хряпку, в погон, в стол. К наземным следует отнести все хозяйственно-бытовые строения, такие как амбары, стайки, хлева, а также жилые дома, бани и летники. К подземным относятся подвалы и подполье. Точное хозяйственное назначение можно определить только у подземных построек, в отличие от наземных, которые фиксировались лишь в виде нескольких нижних окладов. К холодным хозяйственным наземным постройкам по своим размерам, характеру и способу рубку относятся три конструкции. Одна из конструкций второй половины XX века являлась сараем-хлевом для содержания скота, о чем свидетельствует присутствие деревянного корыта в северо-западной части постройки. Все остальные наземные строения представлены либо единичными бревнами, либо небольшими срубами-четвериками, назначение которых сложно определить. Как уже отмечалось, подземные постройки представлены подвалами и подпольями. Но вот в середине XX века датируются три подполья, опалубка двух выполнена из вертикально поставленных досок, набитых металлическими глазами на каркас из кругляка. В одном варианте верхнее перекрытие обшито, в данном случае, кусками рубероида. Опалубка третьего подполья выполнена из лиственничного кругляка диаметром около 15 см, рубкой в погон, исключающая расхождение бревен при давлении земли на внешний периметр сруба. Также из лиственницы выполнена отгородка в отсек для зимнего хранения овощей, спуск подполья представлены лестницей из сосны, врубленной верхней венец опалубки. Ну вот, концом XVIII и середины XIX века датируются другие три подполья. У всех опалубка выполнена лиственничным кругляком, рубкой в погон и в обло с остатками до 15 см. Читаются четкие границы ям, в которых выполнены данные конструкции. В одном подполье верхнее перекрытие обшито было берестой. В нем также была зафиксирована лестница из бревна с набитыми поперечинами, прикрепленными гвоздями. Материальный комплекс хозяйственной деятельности старожильческого русского населения представлен огромным массивом разнообразного археологического материала. Самым массовым являются фрагменты керамической посуды бытового назначения. К сожалению, не было найдено ни одной целой емкости или частей, собирающихся в относительно целые формы. Преимущественно это фрагменты кухонной и амбарно-подвальной посуды. Пробладают горшки и миски средних размеров. Часть находок представлена мелкими фрагментами фарфоровой и фаянсовой посуды, а также несколькими фрагментами чугунков. Также к предметам кухонного назначения относится фрагмент деревянной резной ложки. Фиксировали скованные гвозди и пробои фрагменты металлических изделий, представленных косами, серпами, крючами. Также было найдено большое количество крицей, что, возможно, может указывать на местное кустарное металлургическое производство. Основная часть найденного археологического материала представляет собой остатки материального комплекса охотничьего рыболовецкого хозяйства Таёжной береговой русской деревни. Сюда относятся каменные керамические грузила для сетей, рыболовные крюча самоловов, ножи, пищальные кремнии, замки от кремневых пищалей, металлические наконечники, фрагмент костяного наконечника, фрагмент металлического гарпуна, проколки металлические, топоры. Одним из датирующих элементов слоя можно считать монеты, наиболее древняя из которых датируется 1771 годом, самая поздняя – 1914 годом. Произведение декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков представлено двумя целыми православными медными нательными крестиками и одним фрагментом серебряного. Также в составе находок имеются четыре костяных гребня, украшения, кольцо и предметы конской сбуруи. На всей вскрытой площади зафиксированы фаунистические остатки костей млекопитающих птиц и рыб, а также значительное количество бересты, часть которой, вероятно, являлась остатками посуды и листовыми заготовками. Предметы гардероба представлены фрагментами кожаной обуви. Кости млекопитающих представлены в доминанте остатками крупного рогатого скота, зайца, свиньи, домашней лошади и северного оленя. Первые русские появились в районе Нижнего течения Ангары в самом начале XVII века. Окладников отмечал, что в то время долина Ангары была заселена разнообразными бурятскими племенами и родами, а также тенгусами. Но уже в XIX веке русские составляли главную часть населения долины Ангары в ее среднем и нижнем течении. Освоение русскими территории Нижнего Приангаря имело свои особенности. Это географическое положение, климатические условия, горно-таежные пойменные долинные характеры местности, демографическая и социально-экономическая обстановка. Все это нашло свое отражение в формировании и сохранении в районе старожильческого ядра русского населения с его оригинальной материальной и духовной культурой. Большое количество деревень расположилось вдоль берегов Ангары и ее притоков. Каждое селение при общности планировки имело свои специфические особенности, обусловленные в первую очередь местоположением. Общей чертой линейной речной планировки была однорядная или двухрядная застройка улицы вдоль дороги или берега реки. Улица с односторонней застройкой имела большую протяженность, но была удобна тем, что скот пригоняли непосредственно во двор, минуя жилые постройки. Двухсторонняя же застройка была компактна, более компактна. В планировочной структуре деревни Йодор мы на современном этапе прослеживались оба вида застройки. Это односторонняя с домами на Ангару, наиболее старая часть деревни, и двухсторонняя, возникшая позже, где дома обращены лицевыми фасадами друг к другу. Такое изменение деревенской постройки, вероятно, обусловлено не только характером рельефа местности, но и быстрым увеличением числа жителей в какой-то определенный период времени. Ну, как я уже говорил, в 17-м начале 18-го века на территории Нижнего Приангаря преобладали одно и двух дворные деревни. Деревня Йодорма по спискам 1723 года относилась к надворным поселениям. Такое селение представляло собой и избу с надворными хозяйственными постройками, которые обносили со всех сторон изгородью за плотом. Так создавался двор, позволявший поселенцу вести самообеспечивающее хозяйство. Наиболее распространенным видом усадеб является замкнутый с открытым двором, застроенный по всему периметру двора хозяйственными постройками. Различного назначения и жилыми помещениями на подклете, характерной для северорусского народного зодчества. Еще одной характерной особенностью является использование техники рубки в столб, привычной для строителей новгородской земли. Проявление этих традиций на Ангаре обусловлено тем, что первые жители края были выходцами из северных поморских районов. С появлением русских землепроходцев в начале 17-го века на территории Северной Приангарии начался новый этап освоения и изучения огромных сибирских просторов. В этот богатый, но суровый по природным условиям край первым проникли промысловики и военнослуживые люди. Однако промысловый этап был кратковременным. Со второй половины 18-го века сюда стали переселяться крестьяне. Также население пополнялось с цельнокатерзными из разных губерний, преимущественно из северных областей и ранее заселенных районов Западной Сибири, которые, отбыв свой срок, как правило, переходили на вечное поселение. Как уже отмечалось, на протяжении всего периода освоения региона происходило формирование североангарского типа жилого комплекса. Расселяясь на огромные территории, русские крестьяне создали множество локальных вариантов самого жилища, планировки двора, приемов архитектурных украшений и построек. Наиболее распространенной является замкнутая усадьба с одним открытым двором, представляющая собой в плане прямоугольник, застроенный по всему периметру жилыми и хозяйственными постройками. Такая усадьба сохранялась на протяжении нескольких сотен лет бытования североангарских деревень, что было неоднократно отмечено рядом исследователей, в том числе и нами во время проведения спасательных работ на территории деревни Йодорма, где сохранилось несколько дворов в том виде, как их возвели в XVIII веке. По результатам данного обследования, сохранившихся строений, был разработан проект создания музея деревянного зодчества «Илимская деревня» на базе переносимых объектов из зоны затопления Багучанской ГЭС в городе Устилимск, но который, к сожалению, не получил своего развития. Таким образом, в силу сложившихся географических, климатических и исторических условий в Северном Приангаре сформировались своеобразные традиции русского сторожевческого населения. Здесь был сконцентрирован богатейший материал для изучения истории сибирско-народной архитектуры, большая часть которого ныне утрачена безвозвратно. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Пожалуйста, вопрос. Скажите, по поводу многокамерности. Можно выделить избы, пристроенные друг к другу, избы связью? Ну, к сожалению, подобного типа построек нам не были отмечены, чтобы были такие пристройки. То есть все отдельно стоящие? И плюс, так как деревня продолжала существовать, то очень многие вот эти древние постройки, которые были нами выкопаны, они были частично разрушенными, уже более свежими, какими-то деревенскими постройками, которые в то время еще находились на поверхности. А печные развалы были в ямах? Нет ни одного печного развала. Интересно. А вот скажите, там есть разница, если по возрасту, глубин ям, ну, скажем, более древние, не столь глубокие, более современные, очень глубокие? Да нет, в принципе, глубина залегания не такая большая, учитывая, что нами отмечалась вот эта сезонная мерзлота, да, особенно когда мы вот начали разбирать вот эти найденные нами подвалы, да, подполья, то вот эта сезонная мерзлота, она уже, ну, как бы уже в 21 веке, она продолжала существовать в качестве чуть ли уже не вечной. Видимо, этим ограничивалось все же углубление, да, ну, вот именно вот этих самих строений. То есть подвалы были неглубокими сами по себе, где-то максимум полтора метра. Спасибо. Пожалуйста, Александр Ильич. Интересно, чем можно объяснить столь малое количество тельников при столь значительно скрытых площадях? Ну, я могу это объяснить, во-первых, наверное, все же, наверное, неопытностью нашей, потому что, на самом деле, для меня вот это раскопки такого поселения, это был такой первый опыт. Плюс надо было, конечно, использовать технику, да, то есть те же металлоискатели, да. То есть я знаю, что было намного больше там крестов-тельников, но, к сожалению, когда мы вернулись к работам в 2012 году, многие постройки, которые, да, мы оставили с 2011 года, они уже были, ну, как бы в них побывали вот эти наши местные поисковики, и очень сильно было все разрушено. То есть я потом с ними связывался, они мне там прислали какую-то часть материалов в виде, там, металлических срезней, там, каких-то фигурок зооморфного типа, которые они не смогли определить, что это такое. Но вот такой материал, который для них представлял ценность, они все оставили себе. Пожалуйста. Еще один вопрос. Вы упомянули, кроме кухонной керамической посуды, еще и амбарно-подвальный тип. Скажите, пожалуйста, вы откуда упоминание взяли? А, ну, такую терминологию я использовал, во-первых, такая терминология используется при описании посуды и лимского острога при изучении. То есть это, судя по всему, видимо, какие-то вот эти крынки, банки, да, в которых могли храниться продукты, да, ну, для длительного хранения. То есть по терминологии Ларисы Вениаминовны Туровой это столовая посуда. Ну да. Спасибо.